приветствую дорогие друзья сегодня я продолжу рассказывать пожалуй о самом одиозном добровольческом подразделении украины полку азов начала боевого в кавычках пути этого подразделения я изложил предыдущие реплики и мы остановились на передислокации батальона в мариуполе стоит отметить что именно азов под непосредственным руководством белецкого принял участие в штурме штаба днр в этом городе в июне 2014 года план ликвидации группировки днр в мариуполе разрабатывался руководством сектора м а то еще в конце мая 2014 года согласно имеющимся у меня документам первый раз штурм штаба днр на улице греческой был запланирован на 26 мая о чем начальник штаба сектора м генерал-майор кривенко направлял соответствующий запрос руководителю антитеррористического центра избу генералу крутову примечательно что штурм ликвидацию и захват ополченцев поручили именно подразделению азов которое напомню на тот момент всего месяц как было сформировано именно тогда служебных документах впервые было написано задержанных этапировать на территорию аэропорта мариуполь не в сизо не в изоляторе временного содержания любого райотдела милиции не в спецприемник нет именно в аэропорт мариуполя с данным документом вы можете ознакомиться на нашем сайте у король x указанную операцию батальон азов провел 13 июня 2014 года штурмом руководил на тот момент командир батальона прапорщик шпара кстати его объяснение объяснения ряда участников этого штурма я предлагаю к этой реплики вы тоже можете с ними ознакомиться а вот кстати и фото сделанные после того захвата сделаны как раз после того как задержанных привезли в аэропорт мариуполя вот это вид на боковую стену терминала аэропорта мариуполь за автозаком как раз находится вход служебные помещения куда в две не работающие холодильные камеры аэропортовского кафе и поместили первых задержанных сторонников днр вот именно с этого момента с 13 июня 2014 года и ведет отсчет так называемая библиотека мариупольского аэропорта как я говорил ранее в июле 2014 года подразделение переместилось поселок урзуф на берегу азовского моря примерно в 40 километрах западнее мариуполя под свое место дислокации батальон абсолютно в своем стиле отжал дачу супруги бывшего президента украины виктора януковича людмилы мне приходилось бывать на этом объекте в августе 2014 года заместитель командира батальона азов игорь княжанский с позывным душман как-то пригласил меня отдохнуть на даче жены бывшего президента некогда шикарный объект отдыха реально носил следы катастрофического разграбления даже уличные плафоны были скручены ну вот в этом уютном местечке на берегу азовского моря и разместился батальон к тому моменту командиром его уже официально стал белецкий и в мариуполе батальон азов развернулся вовсю поскольку одной из задач подразделения было поддержание порядка боевики батальона официально приступили к патрулированию улиц города а мариуполь скажем честно и тогда был да и сейчас настроен весьма негативно к майдану и киевской власти кроме того в городе действительно были достаточно сильны пророссийские настроения и вот батальон азов принялся что называется огнем и мечом бороться с такими настроениями местных жителей вседозволенность и безнаказанность приводила страшным последствиям азовцы вели себя в мариуполе реально как в завоеванном городе местные прекрасно помнят как раскатывали оборзевшие громилы в камуфляже на своих пикапах с пулеметами по городу не соблюдая не правил дорожного движения не сигналов светофора за любое замечание за косой взгляд за песню любэ в кафе или в машине за георгиевскую ленточку за фотографию флага днр в телефоне человек в лучшем случае мог отделаться телесными повреждениями а сколько не согласно их привозили в библиотеку только за время моей ротации в июле августе 2014 года через нее прошло около 200 человек и большую часть туда доставляли именно бойцы азова люди поступали избитые ограблены если их задерживали на машине вернуть потом и было ну невозможно практически открыто в городе говорили что мариуполь отдали азову на откуп о беспределе боевиков батальона в мариуполе можно говорить бесконечно можно вспоминать и про случай изнасилования молодых женщин и девушек заявление которых кстати отказывались регистрировать местные милиционеры просто потому что боялись потому что азов мог и сотрудника милиции увести ночью как говорится в неизвестном направлении после чего тот мог просто исчезнуть прецеденты были и мы о них еще расскажем опять же хочу поделиться историей из личной практики 27 июля 2014 года летом с пляжа населенном пункте мелекина это совсем недалеко от мариуполя три семейных пары возвращались с отдыха и на их беду они проходили мимо патруля полка азов батальона азов кто-то из мужчин сделал замечание скажем так защитником независимой украины естественно бойцы азова не смогли пройти мимо такой вопиющий с их точки зрения дерзости мужчин на глазах у их жен запихали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении это случилось около 17 00 а уже этим вечером в районе 22 30 23 00 в районную больницу были подброшены три тела можно сказать причем тело одно было действительно мертвое один но человека забили насмерть двух других были жуткие телесные повреждения речь шла там о том что прям выбили одному физическом смысле глаз были сломаны ребра и что примечательно у одного на теле были порезы ножом виде букв днр которые залили зеленкой чтобы осталось шрам на всю жизнь эта история тогда реально всколыхнула весь первомайский район да и как бы окрестные населенные пункты тоже до дело дошло до того что мне как руководителю группы из был пришлось писать бумагу в краматорске в киев а данной ситуации но как и во многих других случаях никакого эффекта это не дало и приазовский первомайский райотдел милиции также ничего не сделал формально возбудили уголовное дело которое было приостановлено связи с не розыском виновных причастных к этому происшествию вот так показался батальон работы с мирным жителем но возникает вопрос а как же были дела у батальона на настоящем фронте в зоне настоящих боевых действий вот тут все было не так красиво батальон азов вместе с другими добробатами принимал активное участие в первом штурме города иловайска 10 августа батальоны понесли тогда значительные потери и отошли на прежние позиции не добившись какого-то результата были погибшие у азова после этого штурма националистические батальоны стали обвинять во всем министерство обороны украины мол вооруженной силой им предоставили недостаточную поддержку в тяжелом вооружении только поэтому они не смогли выполнить задачу зайти на окраины иловайска добробаты вместе с вооруженными силами украины смогли через восемь дней 18 августа батальоном днепр-1 донбасс азов а позднее миротворец ивано-франковский херсон свитязь удалось взять под свой контроль часть районов города на следующий день уже 19 августа подтянулись и подразделения вооруженных сил и в городе завязались кровопролитные уличные бои о тех боях известно много поэтому я не стану повторяться но лишь добавлю что когда стало реально горячо комбат азова решил как говорится стать на лыжи избежал из оловайска он не один а совсем личным составом на официальном сайте полка азов это называется передислокацией в районного азовска и мариуполя для их обороны но моем архиве есть один интересный документ а именно протокольное решение по результатам совещания у президента украины порошенко от 18 августа 2014 года от 18 августа и там в пункте 10 министру внутренних дел авакову и командующим национальной гвардии полтораку ставится задача выяснить причины почему батальоны азов и шахтерск не принимают участие в активных действиях в ато интересно правда получается белецкий так передислоцировал батальон мариуполь из зоны активных боевых действий что в руководстве ни мвд ни нацгвардии никто и не знал об этой передислокации но как бы там ни было именно благодаря такому финту ушами белецкого азов действительно избежал серьезных потерь сражений под уловайском последственный батальон снискал славу спасителей мариуполя однако это является просто плодом украинской пропаганды надо сказать что подразделение вообще крайне активно пиарилась и во многом благодаря этому пиару сам белецкий стал народным депутатом осенью 2014 года как кстати и игорь масейчук также выходец из азова период действия первых минских соглашений после сентября 2014 года батальон продолжал располагаться в мариуполе участвуя в позиционных боях неся при этом определенные потери подразделение находилось в фаворе у министра внутренних дел авакова и имела серьезные привилегии в получении бюджетного финансирования к тому же к тому моменту осенью 2014 года батальон азов стал полком и перевелся из мвд в национальную гвардию став официально отрядом специального назначения в ч 3057 нацгвардии украины получив при этом собственную бронетехнику и даже артиллерийский дивизион дальнейшем азов принимал активное участие в так называемой широкинской наступательной операции в феврале 15 года больше в крупных боестолкновениях подразделение не участвовал вообще стоит отметить что азов ну практически не принимал активного участия в крупных сражениях этой войны в ходе боев под оловайском батальон совершил самовольный отход с позиций что спасло его от разгрома участие полка в боях за широкина до было привело к чувствительным потерям в личном составе периодические ротации подразделения полка в район светлодарской дуги или марьинки носили больше формальный характер и больше использовали для пропагандистских акций тем не менее грамотно проводимая пропагандистская работа постоянные информационные вбросы в сми а также появление целого ряда общественных организаций типа нацкорпус или национальные дружины все это постоянно работает на имидж самого-самого подразделения нацгвардии украины пожалуй на сегодня хватит следующий реплики я расскажу про присутствие иностранцев в азове про откровенно нацистские взгляды и про криминальную подоплеку элитного в кавычках подразделения национальной гвардии с вами был я василий прозоров еще раз напомню что документы которые я озвучил в этой реплике вы можете сами увидеть на нашем сайте оставайтесь с нами